И есть такое заблуждение, что чтобы начать, например, худеть, образно, для полных людей, чтобы начать худеть, вас как бы психолог должен перевести в то время, когда у вас это всё случилось, разобрать эту ситуацию, и ваш вес выровняется. Ни хера. Почему? Потому что в определённый момент, когда с вами что-то случилось, у вас случился вот этот микроинсульт в центре насыщения. То есть нейронные связи, они, некоторые капилляры просто исхлопнулись. И чтобы их расхлопнуть, об этом подумать, об этом сказать, рассказать и себе дать какую-то новую установку, мало. Это нереально. Это то же самое, что вы будете, например, говорить, я хочу отрастить там новую ногу, новую руку, новую, я не знаю, третье ухо, четвёртый глаз, и будете только это делать силой мысли. Но это же бред. Не сила мысли работает. Когда мне говорят, а как там, например, зубы вырастить, там ещё что-то. Сила мысли, блин, ребят, не сила мысли, это нужно помимо того, что ты об этом думаешь, ты должен понимать, как у тебя вообще устроен организм, откуда он у тебя идёт. Вы когда-нибудь вообще видели, не знаю, как сказать, в разрезе или как на рентгеновских снимках у детей, у которых молочные зубы, вы когда-нибудь видели эти челюсти? Это страшное зрелище, я вам скажу. Это когда у них есть один ряд зубов, и в десне прям стоят зубы, и они стоят неровно, и там стоят ещё два ряда зубов. Если я найду эту картинку, которую мы изучали, я вам её прям скину сюда, чтобы вы посмотрели. Вот, и вот эти вот микроинсульт, это как раз, когда схлопываются у нас вот эти вот сосудики, и их просто силой мысли вылечить невозможно. То же самое, что невозможно просто, ну, тяжело просто понять, что еда – это вообще не первая необходимость наша, чтобы жить. Вы же это все прекрасно знаете и понимаете, вот все знаете, но почему-то у многих это не получается. Причём я могу сказать, что сейчас ребята, которые идут со мной, ну, уже давненько, да, я вам могу сказать, что уже, наверное, человек семь на сегодняшний день – это уже те ребята, которым без разницы, едят они или не едят. То есть без разницы – это один, вот, например, там, примерно семь месяцев находится без еды, девушка – четыре месяца. То есть вот такие вот моменты. Да, они прокачали, ну, так, образно говоря, прокачали голову свою. Мы разбираем все моменты именно физического тела. Но здесь же ещё нужно понимать, что центр пищевого насыщения и центр голода, они всегда находятся в конкуренции. Всё в нашей голове, вот эти вот наши два полушария, да, когда мы начинаем всякие практики делать, там, двумя руками рисовать, там, двумя руками ещё что делать, чтобы левое и правое полушария работало одновременно. Оно не будет работать одновременно, ребят. Оно может быть развито одинаково в процентовке, как бы и одно полушарие там развито на столько-то процентов, и второе полушарие развито на столько-то процентов. Но как только они начинают работать одномоментно, человек может не справиться. То есть как раз психические отклонения очень часто бывают, когда в одном и том же режиме работают оба полушария. То есть смотрите, чтобы было понятно, что такое, о чём я говорю, когда говорю, что центр пищевого насыщения, центр голода конкурирует. Это когда центр пищевого насыщения говорит, я насытился, я больше есть не хочу, и он активный. То есть центр пищевого насыщения, он говорит, он активный, он говорит, я больше есть не хочу, он в активе. Тогда центр голода, он в пассиве. Он говорит, хорошо, если ты в активе, то значит я буду в пассиве, значит центр голода уже не в активе. Если центр голода в активе, он говорит, я голодный, я вот здесь вот, я голодный, то центр насыщения всегда в пассиве. А если они будут вместе?